Закон Республики Беларусь об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности направлен на установление простых понятных условий и стимулов для организации и масштабирования своего дела, создания конкурентной среды между различными организационно-правовыми формами малого бизнеса. Также в документе прописаны особенности налогового учета в переходный период от индивидуального предпринимательства коммерческой организации. Товары, работы, услуги, денежные средства, имущественные права, иные активы, безвозмездно полученные коммерческой организацией при переходе к ней прав и обязанностей от индивидуального предпринимателя не включаются в состав нереализационных доходов этой коммерческой организации. Стоимость услуг, работ, материалов, оказанных, либо выполненных, переданных, без взимания платы для коммерческой организации в связи с переходом к ней прав и обязанностей не включается в состав нереализационных доходов такой коммерческой организации. Для цели исчисления налога на прибыли при определении налоговой базы коммерческой организации должна учитывать поступившие суммы оплаты товаров, работ, услуг, а также имущественных прав, относящиеся к деятельности индивидуального предприятия, права и обязанности которого перешли к этой организации, если при этом ИП не проводилась уплата налога при ОСН, единого налога с индивидуального предпринимательства или подоходного налога с физлиц. Такие суммы учитываются по мере поступления оплаты за товары, работы, услуги, имущественные права в случае поступления оплаты в течение текущего календарного года, либо на последнее число календарного года в иных случаях. Одновременно закон обязует индивидуальных предпринимателей предоставить декларацию по налогу, которую он оплачивает в срок не позднее даты предшествующей дате государственной регистрации организации. Такая декларация составляется за истекший налоговый период и за период с начала текущего налогового периода падения ее предоставления. Василий Новоскевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.